приветствую всех хочу поделиться с вами евангелием псалма 13 благая весть из псалма 13 известный псалом он цитируется в новом завете весьма обширно на него ссылается апостол павел цитирует его в 3 главе послания к римлянам для того чтобы утвердить учение о всеобщей греховности или же то что традиционно называется полной испорченностью или радикально развращенностью человеческого рода этот псалом утверждает это весьма очевидно и не оставляет никаких сомнений и эта часть вести псалма 13 вы помните начинается сказал безумец сердце своем здесь также показывается безумие и моральная несостоятельность атеизма отвержение господа и что кроется корень здесь не в интеллектуальной проблеме что человек хотел бы может быть поверить но не достаточно свидетельств или он не может до этого достичь своим умом а все дело в том что человек осознанно пытается подавить истину неправды как говорит об этом посланием римлян римлянам в первой главе давайте начали зачту этот псалом и покажу вам три основные грани евангелия которые содержатся гораздо больше это никоим образом я не притязаю не говорю что я исчерпал все глубины и так далее это было бы верхом того же самого безумия писание глубоко и неисчерпаемо для нас мы всю жизнь будем изучать и находить что-то но те жемчуга те драгоценности что открылись мне сейчас по благодати я хочу поделиться с вами из этого псалма и они имеют отношение к евангелию господа иисуса христа и так псалты 13 начальнику хора псалом давида сказал безумец сердце своем нет бога они развратились совершили гнусные дела не делающего добро господь с небес презрел на сынов человеческих чтобы видеть если разумеющий ищущий бога все уклонились и сделались равны непотребными нет делающего добро нет ни одного неужели не вразумятся все делающие беззаконие съедающий народ мой как едят хлеб и не призывающие господа тому боятся они страха ибо бог вроде праведных вы посмеялись над мыслью нищего что господь упование его кто даст все на спасение израилю когда господь возвратит пленение народа своего тогда возрадуется иаков и возвеселится израиль аминь и так здесь три вещи три грани евангелия иисуса христа которые я вижу в этом псалме и надеюсь будет очевидно также вам первая истина которая самая очевидная на поверхности это проклятие атеизма потому что это есть безумие и утверждение доктрины всеобщей испорченности мы видим здесь это очень ясно но первую очередь первым стихом написано сказал безумие сердце своем нет бога они развратились совершили гнусные дела нет делающего добро безумие это морального толка и это известное учение но стоит вновь напоминать и возбуждать ваш чистый смысл как говорил петр утверждать что проблема атеизма она является не интеллектуальной она является интеллектуальной в наши дни как уже последствия на этического или затемнение разума человеческого по причине греха если вы откроете послание криминам первую главу в особенности начиная с стиха 18 19 и до окончания главы идет вот это спиралевидное падение человека и затемнение его разума как они обезумели думаю что они мудрецы и так далее апостол павел все это описывает но это моральная проблема когда человек говорит в сердце своем нет бога несмотря на то что что можно знать о боге бог явил им говорит апостол павел но посмотрите здесь далее говорится что они развратили совершили гнусные дела нет делающего добро здесь вот мы видим уже этот рефрен который повторяет апостол павел он цитирует этот отрывок наряду с некоторыми другими отрывками ветхозаветных писаний в третьей главе послания криминам чтобы утвердить одну истину очень важных для благовествования то есть прежде чем мы услышим благую весь радостную весь мы должны услышать плохую весь плохая весь заключается в том что нет делающего добро нет ни одного нет праведного нет ни одного все совратили все уклонились делались равны непотребными нет делающего добро нет ни одного нет ни одного кто разумеял бы все стали бесполезны и осквернились и пустились в разные помыслы то есть первая часть это псалма и это очевидно тут не нужно много даже над этим трудиться потому что это очевидно в самом тексте псалма он утверждает недвусмысленно полную испорченность всего человечества или же радикальную развращенность как любил говорить покойный спролл и это обвинение или же вот этот вердикт он охватывает всех людей это можно сказать относится ко всем людям без исключения здесь говорится об этом весьма ясно господь с небес презрел на сынов человеческих чтобы видеть второй стих если разумеющий и ищущий бога все уклонились сделали равны непотребными нет делающего добро нет ни одного ну и те из вас которые являются кальвинистами или исповедуете доктрины благодати вы знаете что для это является одной из кругольных истин евангельского учения которые мы суммируем как пять пунктов кальвинистом или благодати полной испорченности это это так где полная греховность от человечества и и нет человека который бы делал добро и не грешил бы да в других местах писание об этом говорит ясно но но здесь дальше кроме этой истины упоминается народ божий стих четвертый упоминает делающих беззаконие и упоминает народ мой посмотрите 4 стих неужели не вразумятся все делающие беззаконие съедающий народ мой как едят хлеб и не призывающий господа очевидно мы видим здесь субгруппа подгруппа народ божий я хочу чтобы вы видели как дает это и псалом то как он разворачивается что народ божий сам по себе не лучше не благороднее не мудрее не знатнее ничем не лучше всех остальных и тоже входит в эту категорию и павел говорит послание к римляну что и иудеи и елены под грехом имеем ли мы преимущество то есть никто по плоти своей по естеству водами не имеет никаких преимуществ я хочу чтобы вы видели это очень ясно это часть истинной библейской благой вести что нет делающих добро нет нет включая детей божьих по по плоти сами в себе все что если мы делаем что доброе то это только по благодати божией которая совершается в нас сами по себе мы ничего не делаем доброго но здесь это упоминается народ мой очевидно что они тоже среди сынов человеческих существует народ мой говорит господь и он говорит здесь четвертым стихом как бы вопрошает здесь говорит сам господь неужели не вразумятся все делающие беззаконие съедающий народ мой как едят хлеб и не призывающие господа еще раз говорите сам господь выше сказано было что господь призрел с небес на сынов человеческих чтобы видеть если разумеющий и ищущий бога но нет все уклонили все сделать равны непотребными нет делающего добро нет ни одного и дали он как бы вопрошает он задается вопросом который кажется риторический но на него есть евангельский ответ и это одно из отблесков евангелия или жемчужин который сокрыт и в этом псалме когда господь который говорит здесь 1 рассуждая сам неужели не вразумятся как бы вопрошает яхве неужели не вразумятся все делающие беззаконие съедающий народ мы обратите внимание здесь на вот эту фразу описание делающие беззаконие делающие беззаконие подразумевает описывает имеет ввиду не просто всех людей которые согрешают хотя разумеется все под это подпадает здесь не имеется ввиду особо скандальные какие-то грехи какие-то явные которые порицаются даже веки сём людьми века сего которые но это же кошмар какой беззаконие речь идет не об этих вещах мы вспоминаем евангелие от матфея 7 главу где с 21 по 23 стихи господь говорит христос сам говорит что многие скажут мне в тот день то есть в день суда и дальше мы видим описание людей которые вроде бы являются выдающимися христианами которые говорят господи господи не твоим ли именем мы пророчествовали и бесов изгоняли и совершали много дел добрых дел значительных дел которые являлись впечатляющими то есть речь идет о церковных лидерах возможно евангелистах тех которые открывают госпитали занимается возможной миссионерской работой все они когда являются при лице господа апеллируют ссылаются на свои дела не твоим ли именем мы делали все эти великие дела и в конце 23 стихом господь христос говорит отойдите от меня все делающие беззакония тогда объявлю им 23 стих я никогда не знал вас отойдите от меня делающие беззакония опять же популярная интерпретация популярное толкование маккартура многих других законников состоит в том что речь идет о людях которые скрывали какие-то грехи они были лжеисповедниками они толком не следовали они имели веру но не имели дел вот люди вот так вот толкует когда притыкается а вот этот камень притыкания то есть об иисусе христа но речь идет о том что они апеллируют ссылались на свои дела и дела были значительными тем не менее христос называет их делающими беззакония я этому посвятил также как-то одну экспозицию проповедь но тем не менее возвращаемся в псалом мы видим здесь вот этот прецедент что делающие беззакония по крайней мере может означать не просто людей сего мира которые просто ходят и грешат так как им вздумается речь идет в особенности о самоправедных людях которые зиждут дом спасения своего на забучем песке своих собственных дел делающие беззакония съедающий народ ну и как едят хлеб и не призывающие господа вот я задумался над этим отрывком что о чем здесь говорится почему в контексте полной испорченности всего человечества и обещание спасения в конце в седьмом стихе упоминается вот эти люди которые съедают народ мой неужели они не вразумятся и о чем идет речь и наверное для того чтобы яснее было мы на минуту оставим на секунду оставим это и перейдем к обетованию седьмого стиха для того чтобы потом опять несколько вернуться в то что было сказано ранее потому что здесь я могу войти в некие воды где вы скажете аренат это не очевидно для нас и если это не будет очевидно так и оставим это потому что не могу я вас убедить в том что не было бы написано и что не открывает вам дух святой однако я делюсь то что как мне представляется является свидетельством писания но вначале коснемся того того что является явным здесь не сокрытым и так полная испорченность есть народ божий которых преследует есть некие люди которые преследуют народ божий гонят их и написано съедать их как как хлеб и далее говорится что убоятся не страха те которые съедают народ ибо бог вроде праведных а вы посмеялись над мыслью нищего что господь упование его здесь ссылка на то что насмехались над господом смеялись над его надежды ага он уповает на господа пусть он спасет его он спасал других пусть он спасет сам себя мы видим это в в описании евангелиях очень ясно но седьмой стих обратите внимание тут написано кто даст все на спасение израилю когда господь возвратит пленение народа своего тогда возрадуется яков и возвеселиться израиль народ божий разумеется израиль израиль божий народ мой есть суть одной тоже это достаточно очевидно здесь говорится о том что народ божий народ мой которых кто-то съедает как хлеб и пытается уничтожить или разорить что эти люди скитающиеся по этому миру сами по себе не только не знатнее не мудрее не лучше других но нуждается в спасении и это спасение благодатное и она не от них потому что здесь написано кто даст сиона спасение израиля израиль азбука спасения не может спасти сам себя израиль как и прочие люди объективно говоря нуждается в спасении он не может спасти себя сам и здесь вопрос кто даст сиона спасение израилю и вот вам евангельское обетование когда господь возвратит пленение народа своего тогда возрадуется яков и возвеселиться израиль радоваться веселиться можно тогда когда совершено избавление совершено искупление не люди не не могут веселиться и вот этой радоваться этой радостью если не для этого твердого основания и здесь дается евангельское обетование когда господь возвратит пленение народа своего на горе преображения помните когда господь берет туда троих учеников своих петра я я петра петра и она и якова сынов зеведеевых три ученика с господом на горе преображения там преображается вид господа христа и является ему в этом видении также или и моисей и они разговаривают со христом как у луки написано говорят о исходе который надлежало ему совершить в иерусалиме возврат пленение или же избавление от плена в ветхом завете мы имеем грандиозный акт в исходе израиля из дома рабства они были пленниками господь мышц рукой крепкой мышцы распростерты рукой распростер мышцы крепкой он выводит народ свой да то есть он выводит пленников на свободу также это осуществляется когда он собирает детей своих рассеяв их в начале за их непослушание по причине того что они отступили от него уже позже в истории израиля но все это первоначальный исход возвращение сынов израилевых на на землю начиная с царя кира все это было лишь указаниями на великий исход великое возвращение плена которые господь совершит через иисуса христа христос совершает этот исход в нем все это совершается то здесь дается обетование когда господь возвратит пленение народа своего когда он совершит это во христе тогда возрадуется иаков и возвеселится израиль почему потому что увидят потомство долговечное они увидят детей детей своих духовных они увидят это великое множество и возрадуются и авраам и прочие патриархи потому что один народ одно тело одна вера и так далее вопреки тому что говорят диспенсационалисты но это очевидные истины евангелия начали полная испорченность и вот здесь вот спасение а вот тут вот интересно 4 и 5 стихи говорят а вот тех которые делают беззаконие которые съедает народ мой как едят хлеб как я уже говорил что делающие беззаконие это указание на религиозных самоправедных людей то есть не просто людей этого мира а те которые думают преследуя церковь и гоняя церковь что они этим служат господу как например мы видим в лице апостола павла или тогда савла и старса который гнал церковь и искал ее разорение он прикладывал все силы для того чтобы искоренить эту секту как он думал то есть последователи пути христиан и он был на дороге в дамаск и когда мы читаем об этом неоднократно вы читали разумеется в книге деяния в 9 главе когда чудесным образом является вот этот свет который ослепляет его он падает со славы на котором он был и он слышит вот этот голос он в абсолютном шоке страхи там убоятся не страха ибо бог вроде праведных и господь христос сам начинает разговаривать с ним савл савл почему ты гонишь меня и он говорит кто ты господи господь отождествляется со своей церкви он говорит ты гонишь меня несмотря на то что савл религиозный человек фарисеев с фарисеев понятия не имел что он пытается идти против вражна и что он борется с самим богом он не знал этого но господь как написано здесь бог вроде праведных там убоятся они страха я вижу здесь указание евангельское указание что господь вразумит вот 4 стих говорит неужели не вразумятся все делающие беззаконие съедающий народ мой как едят хлеб и не призывающий господа некоторые вразумятся не все но избранные сосуды как апостол павел как савл из старца вразумятся иначе господь не говорил бы этого неужели не вразумятся и разумеется это будет им не от того что они сами до этого додумаются не от того что они дойдут до этого своими собственными какими-то усилиями но господь откроет им и прославит свою благодать в них как он это сделал в апостоле павле а до этого он гнал церковь разорял ее и можно сказать что он ел съедал народ как едят хлеб то есть он таким образом гнал церковь но господь дарует этому этот страх и этот страх он спасительный там убоятся они страха ибо бог вроде праведных бог отождествляется с церкви который гонит савл и господь в какой-то момент времени являет себя вроде праведных то есть в церкви именно на пути в дамас где он собирался придавать в заточении учеников именно там происходит это обращение чудесное он убоялся страха потому что бог вроде праведных вот это третья вещь которая я хотел бы чтобы вы увидели здесь гораздо больше можно рассуждать о том что то что написано в шестом стихе я лишь частично упомянул как это совершил жизни христа но вот эти вещи эти грани благовествования христова они сверкают в этом псалме в первую очередь полная испорченность человеческая спасение народа божия и даже обращение тех которые гнали церковь что и они и некоторые из них по избранию божию по его предоставлению к жизни как избранные сосуды они вразумятся убоятся страха и это будет во спасение к ним и в пример божией благодати которая обращает даже таких людей и дает им спасительное познание вот такое краткое рассуждение в рамках благовествования из-за псалтеря в частности псалом 13 господь да благословит на всех еще более вникать слово и видеть в нем утешение в лице иисуса христа который стоит в центре писания царю живеков нетленному невидимому единому премудрому богу честь и слава веки веков аминь